Всем привет, кошечки и зайчики, девочки и мальчики! С вами Янгелина. Приветствую вас на своем канале. У меня сегодня на мукбанг лагман. Приготовила я лагман. Горяченький такой, знаете, в дождливую погоду, которая сейчас, я думаю, у многих. Самое то, поесть и бульончик, и лапша. Это, знаете, и как первое, и как второе. И вкуснейшая мясная овощная подливочка такая. Насыщенный бульон. Смотрите, покупала лапшу специальную для лагмана. Что-то, знаете, ребята, она так долго варится, но она из твердых сортов и такая плотная. Также у меня тут овощи. Перчик, помидорки и сметаночка. Просто сметаночка. Так что давайте приступим, покушаем. Всем приятного аппетита. Сметану хочу подсолить, потому что перец я не солила. Сейчас макать буду перчик. Ну что же, испробуем. У меня сын уже кушал, вкусно, говорит. Вообще понравился. Тут много специй. Много таких, знаете, восточных специй. Перчик. Это перчик уже, ну, с огорода. Покупной. Всё горячее. Подвину поближе. Как бы не обжечься. Напишите, вы когда-нибудь готовили лагман? Кушали? Давно не готовила. Знаете, уже не знаю, что готовить. Особенно там мубан, когда снимать. Бульон просто бомба. Вкусненько. Сейчас снимала рецепт. В общем, нашумевший рецепт инстаграма, тиктока. Не знаю, что получится. Чуть не подавилась. Готовила впервые. У меня сейчас он в холодильнике. Ну, это десерт, короче, стабилизируется в холодильнике. Посмотрим. Потом видео. Не знаю, если вкусно будет, то выложу. Взбрендило мне что-то, знаете. Ой, вкусно вообще. Бульон обалденный. Короче, приготовить. У нас на улице дождь вообще весь день. Невозможно. Так, перебежками я выходила в магазин с зонтиком. А так вообще залило просто, залило. Вкусное блюдо. Рецепт Лагмана в интернете можно посмотреть. Сюда практически, знаете, идут много всяких овощей по сезону. У меня здесь и картофель, и баклажан, лук, морковь, перец болгарский. Интересная, конечно, лапша для Лагмана. Она такая плотная, толстенькая. Пятерочки продают, ну, в общем, продают прям лапша для Лагмана. Погода просто мрак, просто мрак погода. Хотела сказать большое спасибо, кто перешел в Дзен ко мне. Переходите. Я под каждым видео оставляю ссылку на свой канал. Вот. Я вот YouTube сейчас смотрю через VPN, потому что у меня на Wi-Fi вообще он не грузит. А на Дзене вообще нормально, спокойно можно смотреть. Ну, или через VPN. Кто умеет. Вкуснятина. Сегодня хотела поговорить о таких людях, которые постоянно говорят о негативе. Вот подумайте, у вас есть в окружении такие люди, с которыми там встречаетесь, и они постоянно говорят о негативе. То есть, как там у кого-то кто-то это. Тут даже, знаете, к бабке не ходи. У нас в YouTube есть такие блогеры, которые постоянно что-то негативят. Или сплетничают, сидят. У кого-то это там произошло, сразу надо все это рассказать, доложить. Или там кто-то умер, кто-то заболел. Там среди родственников. Не знаю. Я считаю, вообще лучше не говорить про родственников своих. Зачем это сплетничать? Это называется сплетничать. У кого-то там что. Не знаю. Не люблю людей, которые негативят. С такими тяжело, понимаете, общаться. И сразу вот с таким человеком пообщаешься, и какое-то настроение прям падает. Не знаю. Итак, в мире много такого всякого дерьма. Что еще говорить об этом? Или выслушивать? Не знаю. Это не стоит. Жизнь не так короткая. Я считаю, что в мир нужно нести светлое и доброе. Мяса у меня здесь, кстати, не так много. Ну, оно как достаточно. Вкусное блюдо. Оно готовится просто, но в то же время вкусное. Тут специи. У меня есть специи здесь. Кориандр, уцхасунели, хмелесунели. Смесь перцев молотых. Что еще добавляла? Ну, все. Такие вот они насыщенные приправки. Очень вкусно. Надо лампу подзарядить. У меня всегда так бывает. Снимаешь. Оба лампа потухла. Вчера, ребят, сходила на ресницы. Сделала реснички. Что-то я наедаюсь. Надо было маленькую такую пиалку положить. Вроде щепотку положила лапши. Она все равно разобьет. Такая, как говорится, устала больше ее. Накапала. Ребят, давно не взвешивалась. Короче, сегодня думаю, дай-ка взвешусь. Была удивлена, приятно. Ну, то есть вес вообще не поправляюсь. Как перед отпуском похудела. И вот килограмм я прибавила где-то. Вот. И вообще, то есть ем сейчас два раза в день. Я сейчас ужин и обед. Ну, то есть я не обедала. Вообще сплю очень долго. Сейчас пока каникулы я отсыпаюсь. Я любитель спать вообще. Вот, ребята, мне, знаете, мне, наверное, в жизни не нужно ничего, кроме как поспать. Я любитель поспать. Ну, и ложусь я поздно сейчас. Сейчас. Точно лампу садится. И ложусь, короче, поздно. И встаю поздно. Тем более в дождливую погоду такую. Вот. И получается у меня то, что я... Ну, это завтрак, а то у меня обед. Что-то я наелась. Бульон, конечно, офигенный. Такой темный получился. Наверное, за счет баклажана. Все, я не могу. Ой, больше доесть не могу. Спасибо, дорогие мои, что посмотрели. Так что пишите комментарии, есть ли у вас в окружении такие люди. Видели ли вы таких людей в интернете, которые бухтят. Вот. И несут негатив какой-то, сплетни. В общем, пишите. Интересно будет послушать. Вот лампа села. Еще раз всем спасибо. Подписывайтесь на Дзен, на YouTube. Пишите мне. Всех читаю, всем отвечаю. И хорошего вам вечера. Всем пока-пока. Обнимашки и поцеловашки. Подписывайтесь на Дзен.